Есть ли хайп или недвижимость рухнет? То есть в Дубае весь про хайп. Просто хочу это обозначить, я не думаю, что где-то и в каком-то видео кто-то вообще будет эти темы затрагивать. Сам застройщик забирает вашу прибыль в будущее. И наценили на каждую по миллиону долларов. Миллиону долларов вход в квартиру должен смотреть на север. Будет на запад, они не купят. Будет на юг, они не купят. Конечно, надо грамотно анализировать, что почем-то приобретаешь. То есть в рублях даже можно перевести с партнерами? Да, именно в рублях. И причем это, наверное, одна единственная компания, которая делает так здесь. Всем привет, на связи Борис Соколов, vizasam.ru И сегодня я приехал в гости к Антону Маскалеву, бизнесмен, инвестор. Более 9 лет инвестирует в Дубай, сам живет в этом городе. Вообще, мы с ним периодически записываем интервью. Я вот был в поездке по Европе, по Индии, зашел в YouTube. Там какой-то реально трэш, крах недвижимости Дубая. Не покупайте квартиры в Дубай, вырастет на 50%. Я вот решил разобраться, что же здесь на самом деле происходит. Тут или крах, или на 50-100% все вырастет. Нет, все правильно, все правильно и хорошо, что Борис сегодня приехал. Я думаю, мы оптимально раскроем сейчас эти темы, потому что у меня, например, каждый раз мне глаз режет. То есть смотреть на это все, как люди меняют вот эти заголовочки, по которым вы находите видео и так далее. Мы тоже, может быть, Борис какой-то части этим пользуется. Но вопрос, в чем именно содержание. Мы постараемся эти темы, раскрыть их максимально откровенно и со всеми фактами. Поэтому я с радостью отвечу на твои вопросы. Антон, что творится на самом деле на рынке недвижимости Дубая? Есть ли хайп или недвижимость рухнет? Да, на самом деле так же обстоят, как и до этого, плавный запланированный рост, я бы сказал. И мне вообще не нравится слово хайп и Дубай. То есть Дубай весь про хайп. Но хайп именно маркетинговый. Город себя позиционирует очень здорово на рынке. У них есть департамент маркетинга, который занимается непосредственно тем, как позиционирует Дубай вообще по всему миру и ОАЭ в частности. Поэтому хайп в Дубае, это да, коррелирует. Но хайп на рынке недвижимости, я бы на сегодняшний день так вообще не говорил. Совершенно спокойно мы вышли из того периода времени, когда российский покупатель здесь был. На сегодняшний день после того, как дошла до 100 рублей, мы увидели спад российского потребителя. Но в то же время растет спрос среди граждан США, Канады, Австралии, европейцев, индусов, пакистанцев, палестинцев и так далее. Ливанцев тех же самых, израильтян, не знаю, люди с Армении. Дубай славится тем, что у него модель, которая привлекает сюда людей, которые ищут для себя в данный момент времени безопасность, комфорт и нормальное как бы совершенно ведение бизнеса. Это людей привлекает, они едут сюда в Дубай. Поэтому, что касается сегодняшнего дня, я могу так в целом сказать, мы, думаю, дальше коснемся, есть огромное количество индексов, показателей, которые позиционируют Дубай в мире. И вот на сегодняшний день Дубай выглядит действительно прям столпом в отношении всех остальных стран и столиц мира с точки зрения вложения в недвижимость. Да, смотрите видео до конца. Здесь Антон вам расскажет, какие квартиры не нужно покупать в Дубае и вообще, какой доход на самом деле здесь можно получать. Реально ли его вообще получить, а не остаться в минусе? Что тут вообще существует с рынком вторичной недвижимости, а можно ли недвижимость продать? Ведь это очень важно. Все это мы расскажем в этом видео. Антон, ну вот ты упомянул показатели, а что вот это за показатели? Расскажи, ну у нас слушатели, если не знают, может цифры какие-то приведут. Смотри, один из последних был, как бы у меня выходил пост в Телеграм-канале, кому будет интересно и могут активно как бы в принципе пользоваться этим средством. В Телеграм-канале постоянно публикуется тайная информация, мы стараемся активно освещать все события, которые здесь происходят. Один из последних показателей, на которые обращали все внимание, это индекс UBS Global, это рейтинг был городов и стран с точки зрения как бы мыльного пузыря в недвижимости именно. Что они там смотрели? Они смотрели отношение цены к доходу населения, они смотрели отношение цены к количеству лет аренды и они смотрели также миграцию, там, релокацию капитала. Что мы здесь интересного могли бы вообще с вами как бы пояснить для себя? Первое, что Дубай находится на первых строчках среди городов, где доходы населения позволяют за 6-7 лет приобрести себе здесь жилье. Это мега здорово и круто, потому что если мы возьмем тот же самый там Сингапур, Гонконг, Тель-Авив, это будет 35-45 лет. Плюс-минус я могу где-то может быть ошибиться, но как бы общая тенденция она такая, вот эти города они дают такую окупаемость. Собственно, дальше второй индекс это отношение цены к аренде. Здесь, грубо, Дубай дает в среднем там 5-10%, если вообще про Дубай говорить. Ну что касается там индекса, там, по-моему, окупаемся от 12 до 15 лет. Это тоже один из самых отличнейших показателей, то есть там лучше, по-моему, только показывают Майами. Но у Майами сам bubble index, как бы сам этот рейтинг Майами проигрывает, потому что у них спрос падает. Да и вообще на сегодняшний день про США я бы отдельно поговорил, да, я не думаю, что это та страна, в которой вообще бы нужно было держать на сегодняшний день какие-либо активы. Будь то недвижимости, будь то фонда, будь то крипта. Вот в США точно, наверное, на сегодняшний день делать нечего. Что еще? Миграция. Миграция за последние годы здесь сумасшедшая. Планы Дубая до 2040 года как бы увеличить население в два раза. И они вообще хотят double сделать все. То есть увеличить в два раза зеленые насаждения, в два раза пляжи, в два раза население. И знаешь, у меня никаких сомнений это не вызывает по принципу того, что эта страна, она не какие-то свои там желания высказывает. Когда вот мне бы хотелось там проснуться и чтобы в 2040-ом было здесь 7 миллионов человек. Они отталкиваются от конкретной исторической даты, которая сложилась. Есть определенный приток туристов, есть определенная миграция и есть еще какие-то черные лебеди по всему миру, которые в какой-то момент создают ситуацию, когда сюда просто едут и просто берут здесь все, что здесь есть на рынке и начинают это скупать. Вот Дубай этим славится и у меня нет никаких сомнений, что до 2040-го вот эта политика миграции сюда, она будет исполнена в лучшем виде. И просто представь, если мы умножим население на два, вот какое количество сейчас недвижимости, какой огромный город, так что это мегаполисы, море и просто представь на карте, например, любой может из подписчиков взять для себя, открыть карту Дубай, представить сколько за 20 лет вот отстроили и умножить это ну как минимум на два. Понимаешь, быстрее они будут развиваться однозначно, то есть и технологии новее, и как бы районы быстрее развивают, и инвесторов больше, и компаний строительных больше, да, еще быстрее все это будет строиться. Вот представь, где будет Дубай в 2040-м году. Но это реально как бы мега круто было бы посмотреть, потому что на самом деле мы уйдем далеко в пустыню, уйдем в сторону Абу-Даби, еще захватим там Шарджу и до Рассельхай мы тоже, наверное, дойдем. Да, вот именно по береговой части. А сам Дубай пойдет туда глубже в пустыню и будет развиваться таким образом. Поэтому вот что касается как бы индексов и показателей, и плюс я могу сказать следующее. То есть, допустим, в октябре этого года был, по-моему, самый как бы большой по объему вложений месяц в недвижимости. В то же время российский как бы рынок, он достаточно сильно просел и упал, потому что русскому клиенту по 100, пока по 100, но им кажется, что это дорого. После того, как вчера это было по 50, всем кажется, что не, ну по 100, я сейчас посижу, подожду отката. На самом деле, опять же, мое мнение, что большого отката ждать никакого не стоит. 90 рублей кажется в обозримом какой-то, в обозримой перспективе, может быть, до марта 2024 года, возможно, это как бы действительно та цифра, которой стоит ожидать. 80, может быть, при каких-то более там сильных обстоятельствах, действительно, может быть, опуститься и до 80, до 80, но я на это не ставлю. Я больше ставлю на то, что до 2026 года рубль будет по 150. Я не гадаю на кофейной гуще, я просто говорю свое ощущение. Никогда в жизни не было того, чтобы рубль по отношению к доллару сильно укреплялся. Кроме как период прошлого года, когда, ну просто вот так все отрубили, сказали, вот такой курс, окно возможностей. Может быть, это повторится когда-то в истории, как бы, но, тем не менее, как бы это больше какое-то форс-мажорное обстоятельство, которое было вот на тот момент. Я не думаю, что это будет в будущем. Вот и все. Поэтому с этой точки зрения, опять же, я не вижу никаких предпосыл к тому, чтобы российский, как бы, покупатель не шел на дубайский рынок. Все эти показатели, о которых говорит Антон, вот этот бабл индекс, за сколько недвижимость в Дубае может окупиться, сравнение Дубая с остальными мировыми городами, есть в телеграм-канале по ссылочке под этим видео. Рубль постоянно слабеет к доллару на долгосрочной перспективе, там с 90-х годов. На самом деле, как бы, это догма, и если эксперты себе не позволяют, я уже вот сказал, что они себе не позволяют где-то четко высказываться на эту тему, я в этой части, как бы, никому не обязан, как бы, и не думаю, что мой, как бы, прогноз или мое видение, как бы, как-либо отразится на комнате. Да, я просто говорю свои мысли, то есть, я действительно не верю в то, что рубль где-то может вообще как-либо укрепляться, и я верю в то, что он будет, дойдет до 150 рублей в течение двух ближайших лет. Почему? Потому что есть цикличность. 5-6 лет у нас доллар всегда шагал в два раза по отношению к рублю, и все. Это была всегда последняя отметка, которую я помню, и для меня, которая была, это было 72-75, вот от нее я отталкиваюсь, как бы, что следующее будет 150. Это мое такое обывательское рассуждение, ну, плюс, опять же, я понимаю, что до 2026 года та ситуация, которая на сегодняшний день, и заварушка во всем мире, как бы, она не закончится. То есть, она будет продолжаться дальше, и, может быть, дальше пойдет до 2028. С этой точки зрения Дубаю просто, как бы, мега повезло, и с этой точки зрения Дубай будет еще на этом хайпе, и на этом тренде достаточно долгий период времени. Ну, то есть, Дубай – это такое место, хорошее для сохранения своего капитала в валюте, особенно для россиян, там, украинцев, белорусов. Да, несомненно, стабильная валюта, как бы, растущий рынок недвижимости, тем более, только что зародившийся. Я, опять же, наоборот, хотел бы про свое мнение сказать, да, где кто-то видел на рынке города-мегаполисы вот такие, которые развивались всего лишь 20 лет. Вы посмотрите, как развивался Нью-Йорк в 1900-х, 1930-х годах, как там пребывало население, как это влияло на стоимость жилья и так далее. Вот Дубай на сегодняшний день живет в этом. 20 лет всего, сознательно 20 лет. То есть, до этого не было Пань Джумейры, не было Бурдж-Халифы. То есть, на тот момент это просто город, который там пытается по крупицам собрать инвесторов. И вот начинающееся движение, да, Пальму эту достроили, наконец-то, всю, как бы, все участки распроданы. Новую анонсировали, Дейр-Айленд анонсировали, там еще кучу всего сейчас будут анонсировать, как они будут называть город. Да это мега здорово, и я так думаю, что это суперкомфортное время для входа сюда. Как я уже в каких-то видео говорил, в Дубай в какой-то момент времени для многих станет недоступным. Вот и все. Вот от этого и стоит отталкиваться. На сегодняшний день 6-7 лет, как бы, для того, чтобы заработать, если ты живешь здесь. 15, если у тебя есть сумма, и ты ее привез сюда и инвестировал. Да, как бы, отличный вариант. Давай сразу про доходность. Вот ты упомянул 5-10 годовых доходность от аренды, да? Это средняя. Да. А, например, от роста капитала, то есть, что недвижимость же растет в цене еще. Ну, смотри, как бы, здесь на самом деле с приростом капитала вообще все дополнено понятно. Нужно просто взять данные за последние 10 лет. Посмотрите, мы с тобой где-то уже этого касались. 6, 5, 7% годовых в среднем. Ну, в среднем 6 получается. 60% за последние 10 лет. Это то, что дает прирост капитала. И опять же, у меня есть своя на это гипотеза, и своя там теория. И непосредственно сама недвижимость здесь растет как бы в разы, потому что это является государственным сектором экономики. Поэтому за счет постоянного увеличения цен на недвижимость государства здесь зарабатывают. Потому что они строят, потому что они имеют 4% при каждой регистрации квартиры, потому что они имеют 4% при каждой перепродаже этой квартиры. И от стоимости эти 4% всегда будут увеличиваться. Поэтому здесь как бы вообще уникальная страна, в которой на сегодняшний день, по крайней мере, моделью заложен рост сектора недвижимости. Вот мы с тобой как раз, ты упомянул про 4%. Это вот налог на покупку квартиры, да, получается? А еще есть какие-то налоги на сдачу в аренду, на перепродажу, годовой налог? Смотри, опять же, как бы максимально, чтобы быть откровенным и показать людям, чтобы они завтра не сделали ошибок, потому что я знаю огромное количество людей, которые приехали сюда, приобрели на себя 5, 10, 20 квартир, как бы им объяснили, что это все без налогов и так далее. В законе ВОЭ гласит, есть фраза, которая говорит о том, что вы сами обязаны определять, насколько ваши инвестиции являются персональными, либо, соответственно, это бизнес. И ты должен уже, исходя из этого, принимать решение, сделать какую-либо декларацию, открывать компанию, платить налоги, либо ты сидишь без налога. Потому что для физлиц налогов нет. Для компании, естественно, есть. И вот сейчас, в этом году, ВОЭ ввели эту ставку 9% подоходного налога для компаний. И, соответственно, мое мнение, что в какой-то момент это коснется, может коснуться инвесторов. Я просто хочу это обозначить. Я не думаю, что где-то и в каком-то видео кто-то вообще будет эти темы затрагивать. Но, как бы, я привык, как бы, максимально откровенно говорить. Это в любом случае лучшая история, как бы, которая может быть по миру. И налог этот совершенно, как бы, разумный, с учетом того роста, который здесь есть. Поэтому просто необходимо предполагать, что если ты это покупаешь для себя, это одна история. Если ты покупаешь большое количество объектов недвижимости, тогда это немного по-другому. И нужно грамотно подходить с этой точки зрения. У нас для этого открыта отдельная компания, Palladium Corporate Services, которая непосредственно занимается такого рода вопросами налогами, статусами налогового резидента, банковскими счетами, резидентскими визами и всем, 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 что с этим вообще связано. Поэтому у нас, в принципе, те инвесторы, которые к нам приезжают, те партнеры, которые, там, становятся нашими партнерами, нам с ними мега комфортно, как бы, работать. Все получается в рамках одной компании происходит. Как бы, их ведут, ведут и ведут по каждому этапу. — Антон, а какую недвижимость вот не надо покупать в Дубае? Я тоже знаю примеры, к сожалению, неудачных инвестиций здесь. — Да, огромное количество недвижимости, которые мы на сегодняшний день даже не продавали, например, за весь период существования здесь. Да, и есть застройщики определенные, которых мы просто не продаем. И это связано не с тем, что застройщик плохой, там, и так далее, а у нас просто экономика не бьется. Мы берем у нас отдел аналитики, который просматривает каждый выходящий на рынок новый проект. Они анализируют, как бы, в сравнении с другими проектами, которые вышли. Со средней ценой за квадрат, с востребованностью, с притоком населения на этот район, да, и так далее. И мы позиционируем у себя, например, в Телеграм-канале только те проекты, которые действительно считаем, как бы, актуальными на сегодняшний день по рынку. Это не говорит о том, что они там все суперсладкие. Но просто если цена, там, плавно-плавно поднимается вверх, и на первичном рынке вдруг, там, оказывается, что 6 тысяч долларов в даунтауне или в бизнес-бэе, это становится суперактуальной ценой. И есть проект, который, там, в 2019 году, мы, кстати, о нем недавно писали, например, был построен от известной компании, там, Селект, да, у которой каждый лаунч просто сносит все. И вдруг в какой-то момент у них есть объект, который с 2019-го так и не распродан. И цена, например, там 5300, что ли, по-моему, за квадратный метр в долларах. И находится он в бизнес-бэе. Ну, суперпопулярный, как бы, становится проект на сегодняшний день. Просто люди на него совершенно не обращают внимания. Мы предпочитаем продавать что-то такое, то есть то, что действительно выверено по рынку. Поэтому, что касается чего точно не надо покупать, надо покупать переоцененные объекты. То есть вот прогнозируют они, что в 2028, когда дом будет сдан, цена за квадрат будет, там, 7 тысяч долларов. Ну, они вам по 7 сегодня и продают. То есть вы, во-первых, заморозили свои деньги, во-вторых, вы не зарабатываете эти, там, 4 или 5 лет, а это умножь на 7, там, грубо, и получи, сколько, 28-35%, да, которые ты просто не заработаешь. И вот твои денежные средства в такой заморозке находятся. Вот в такие проекты заходить не надо. Какие эти проекты, как бы, да, у нас каждый эксперт и каждый менеджер, как бы, знает, какие из этих проектов мы продаем, а какие нет. То есть мы всегда подходим с этой стороны. Знаешь, есть компании на рынке, которым суперлегко продавать то, что здесь на картинке выглядит оптимально круто. Это действительно так. Красиво. Переубеждать людей от покупки того, что везде у них мелькает, там, блин-блин, постоянно, там, в Яндексе, в Гугл, они заходят, ой, недвижимость, вот этот вид, и им тут же говорят, да, это застройщик вот с таким именем, да, этот проект, который хотят все. И люди, не понимая вообще совершенно ничего, просто видя вот эту крутую картинку, все, я беру. Потом бегают, они не знают, что с этим делать. У нас последняя история, у нас, кстати, на бичфронт, у меня есть один эксперт, девушка, которая здесь проживает с 2003 года. Она знает все. Она прошла все эти кризисы, она видела, каким образом город там пустел и наполнялся вновь, да, что происходило с ценами в том или ином районе. И вот она специалист и эксперт именно по бичфронту. У нее, к примеру, есть инвесторы, которым просто перепродали на вторичном рынке, где возможно как раз играть с ценой с точки зрения брокерства, да, они могут продавать, просто делать топ-ап, это как бы надбавка к цене и продавать тебе за те деньги, за которые ты эфемерно думал купить. На этом тебя могут действительно обмануть. Так вот, у нее есть такой инвестор, которому там продали 5 или 6 квартир и наценили на каждую по миллиону долларов. Миллиону долларов. Ты представляешь, и человек как бы это купил, и до сегодняшнего дня он уже там год или полтора в этих инвестициях, понятное дело, что он это вообще продать не может, потому что ему нужно жестко в минус уходить. А он просто этого не знал. Вот чтобы таких нюансов не было, здесь всегда нужно понимать, с кем ты работаешь, как бы и какие принципы у этих людей. Если у этих людей принципы всерьез и надолго, они дорожат своей репутацией, у них есть понятное имя и фамилия, да, и понятная компания, то это одна история. Если вы нарываетесь на ребят, которые классно делают и диджитал маркетинг, где открываешь сейчас недвижимость в Дубае, можете просто сейчас зайти и набрать. И вот возьмите все те компании, которые там находятся, в первых этих строчках, и просто понимайте, там, цена как бы вот этого вашего клика на эту рекламу, она очень велика. И допустить то, что потом вам, например, в телефонном звонке сказать, что нет, вам это брать не надо, надо брать это, да, это есть возможность потерять вот этот вот лид и потерять эти там 200 долларов на сегодняшний день на рынке, да, цена клиента на недвижимость в Дубае. Из 100 человек один, может быть, купит. Вот смотри, цены какие получаются и как бы каким образом этот рынок регулируется. И поэтому те компании, которые там размещаются очень активно за эту историю топят, они вынуждены просто продавать тебе мечту. Вот и все. А есть реалии рынка, на которые стоит полагаться. И плюс, опять же, в дополнение к моему ответу, наверное, отдельно стоит сказать, что есть различного рода отельные апартаменты, объекты недвижимости, которые сродни коммерческим. В них нельзя проживать, там есть всегда какой-нибудь гарантированный доход, который вас привлекает и так далее. Вот такие объекты однозначно на рынке брать не стоит, нельзя. Часто там звонили и потом спорили насчет того, что нет, ну вот почитайте договор, вот мы же прочитали, вот здесь же вот написано. Знаешь, иногда людям просто не объяснить, что ну если вы сами этого желаете, да ради бога, идите и покупайте. То есть мы это не продаем вообще. То есть для понимания, как бы 98% компаний на рынке Дубая вам посоветуют какие-нибудь отельные апартаменты. Я никогда не посоветую. Когда ты покупаешь какие-либо отельные апартаменты, это сравни с покупкой коммерческой недвижимости в Российской Федерации. Ты купил коммерческую недвижимость, ее цена исчисляется из ее доходности. Приносит она тебе в месяц или в год определенную сумму, и вот количество месяцев или лет рождает ее стоимость. Потому что другого никакого использования этой недвижимости в природе не существует. Ты жить в ней не можешь, то есть зачем она еще тебе нужна. Только сдавать, да? Да, только сдавать, все верно. Но в случае с отельными апартаментами, ты еще и это делать не можешь. То есть это еще хуже, чем коммерческая недвижимость. То есть ты помимо всего прочего связан с отельным оператором, допустим, каким-то договором управления, где ты по сути владелец, но по большому счету бесправный владелец. То есть ты не можешь как бы влиять на управление, ты не можешь влиять на стоимость сдачи в аренду. Ты не можешь вообще ничего делать, кроме как получать финансовый отчет в конце года и довольствоваться тем, что туда тебе написали. Написали тебе 1% годовые, будет 1%. Написали тебе 2, будет 2. С кем ты здесь будешь судиться? Кому ты здесь будешь что-то доказывать? Как ты будешь на это влиять? Никак. Поэтому для меня все, что связано с отельными апартаментами, с тем, что не является резидентской недвижимостью, всегда стоит стоп. У нас никто из ребят, из наших менеджеров, экспертов, никто не продает никогда отельные апартаменты. Потому что разбираться в том, каким образом в договор зашит какой-то пункт, который потом приведет тебя к какому-то негативному сценарию, ну это зачастую как бы практически невозможно. Ну а там, где это возможно разобраться по договору, там просто будет размыта, например, схема начисления денежных средств тебе в конце года. И все. И опять ты с этим ничего не сделаешь. Поэтому покупать надо именно резидентские апартаменты. И такие есть. Понимаешь, есть также как бы отдельная управляющая компания, которая, допустим, сдает от тебя в аренду, от себя прописывает тебе какой-то доход, может быть, даже он гарантированный на старте бывает, да, от застройщика. И все, ты приобретаешь такую квартиру, но ты в ней можешь жить, ты ее можешь всегда перепродать, ты можешь расторгнуть этот договор управления и совершенно самостоятельно как бы сдавать это в аренду. Вот и все. Ты понимаешь, опять про продажу картинки речь идет. То есть, конечно, проще продать, не знаю, какое-то именитое название отельного оператора, да, и вот вы будете владельцем отельного номера в отеле. Думает, о, окей, отлично, супер, я буду иметь отношение к этой сети, у меня будет номер в ней и так далее. Но зачастую это высокий сервис-чарж, это плата за управление, это непрозрачное отношение внутри при расчете твоей доходности и так далее. И отсутствие возможности сдавать самостоятельно, влиять на ценообразование и так далее. Поэтому это актив, который как бы наполовину ограничивает, да не наполовину, а на 90% ограничивает тебя во всем. Такие приобретения делать нельзя. Я тебе сейчас скажу одну смешную вещь про твою любимую Индию. Здесь жив очень много. И вот представляешь, ты как бы купил, ты инвестор, покупаешь хорошую квартиру за хорошие разумные деньги, она прирастает в цене. Ты выходишь на рынок продавать, а оказывается, что она не проходит васту комплайенс. Знаешь, что такое васту комплайенс? Я не знаю, что это такое. Это история как раз связанная с недвижимостью. У них есть такое понятие васту, есть прямо специалисты, которые разбираются в васту. То есть, у тебя там вход в квартиру должен смотреть на север. Будет на запад, они не купят. Будет на юг, они не купят. То есть, вот на север, да, это им приносит счастье, деньги, здоровье и все остальное. Здесь огромное количество инфы. Надо понимать, что там, не знаю, 70-80% людей здесь, это покупатели, будут индусы, будущее. И как бы вы приобрели недвижимость, вам кажется, что вот этот умопомрачительный вид на, не знаю, море и там на еще что-то, да, это отлично. А для него вход на север, как бы это важно, и без этого он вообще не будет рассматривать эту недвижимость. Таких нюансов на самом деле много, их все не расскажешь. Просто важно как бы понимать, зачем вы обращаетесь к эксперту. У нас, например, есть позиционирование, как бы не как компания, которая занимается брокерством. Да, что такое брокерство? Это, по сути, спекуляция какая-то, перепродажа чего-либо, да, и заработать на этом. На самом деле ты при покупке недвижимости в Дубай ты выбираешь себе партнера на будущее. Я помню, как я приобретал первую квартиру и купил ее прямо у застройщика, как мне это продала, и в конечном итоге я просто не знал, куда мне звонить, знаешь, что спросить, когда достроят, когда построят, по чем продать, не знаю, как счет себя открыть, с помощью чего продать, как оценить эту недвижимость. Там огромная куча вопросов, которые у тебя будут постоянно возникать. Потом ты эту квартиру принимаешь, там, я не знаю, зарегистрировать себя в приложении Дэва или Эмпауэр, это подключение, там, кондиционирование, там, электричество. Это отдельная история. Ты заходишь просто и сталкиваешься с огромной кучей проблем. Здесь в Дубай никогда нет времени, если ты приехал на несколько дней, у тебя, естественно, его нет. И вот тратить на это время зачастую вообще человеку, который просто чувствует себя инвестором, он инвестировал за рубеж, он хочет какого-то комфорта и спокойствия. То есть вот об этом, обо всем нужно думать при покупке. И знаешь, среди российских клиентов очень часто бывает такая история, они разбрасывают предложения свои по различным брокерским компаниям и пытаются выгодить тебе что-то. Вот такие люди, они просто не понимают действительность. Потому что на самом деле они не должны искать, а где дешевле. Потому что рынок весь продает недвижимость на первичном рынке за одни и те же деньги. Ты продаешь по цене застройщика. Не нужно никого искать. Вы должны искать себе партнера на будущее, на кого вы сделаете доверенность, если будет надо. Кому вы отправите деньги и так далее. Там, где есть какие-то определенные лица, которые вам понятны. Зачастую сейчас, знаешь, из каждого же угла и утюга, инфлюенсер, инстаграм-блогер и так далее. Я не знаю, кого я здесь только не видел. Ивановский интернешнл, Нагиев и так далее. То есть у меня есть понятный партнер, которому фамилия Коган, Евгений Борисович, профессор высшей школы экономики, человек, который занимается инвестициям и аналитикой. Я неоднократно здесь инвестировал и до сих пор продолжаю. Я не знаю, те люди, которые с нами заходили, я не слышал ни одного нелестного отзыва, кто бы партнерился с нами здесь, зарабатывал бы здесь деньги и был бы чем-то недоволен. Как деньги сюда перевезти при покупке недвижимости? Вот сразу вопрос. Совершенно спокойно. На сегодняшний день, опять же, что-то постоянно меняется. На сегодняшний день Райфайзенбанк совершенно спокойно отправляет денежные средства. У нас есть в МТС банке рублевый счет на компанию дубайскую, которая принимает денежные средства и как посредник отправляет их здесь. То есть в рублях даже можно перевезти? Да, именно в рублях. И причем это, наверное, одна единственная компания, которая делает так здесь. Вообще Дубай совершенно спокойно работает с любыми вариантами оплат, как и наличные денежные средства, так и банковские переводы, и так и криптовалюты. Поэтому здесь на вкус и цвет как бы всегда есть выбор. Это тоже одно из больших-больших плюсов Дубая, потому что я на днях разговаривал с человеком, который переводил свои собственные средства из Израиля за квартиру в Дубай. Так вот, переводя из Израиля, ему задают вопрос, на какие цели вы планируете отправить эти денежные средства? И когда он отвечает, что приобретение недвижимости, ему говорит, ну вы как-то там же предоплату оплатили, отбудут из другой страны. Ну вот и остальные деньги также из этой же страны и таким же способом и оплачиваете. То есть мы вам не дадим возможность как бы отправить денег. Вот ты можешь себе представить просто современный мир, банковский комплайнс, и банковский сотрудник, он про твои собственные денежные средства на счету говорит тебе, нет, мы не разрешаем эту историю. С Арменией то же самое. Огромное количество наших земляков прилетело в Армению, наоткрывало себе там счетов, счастливые с этими банковскими карточками поехали по миру. Что их ждало? Вот банковской карточкой пикать можешь, а переводить транзакции просто надо понимать, что почему Дубай. И как бы нужно четко его сравнивать с другими странами. Если мы сравним с Турцией, сравним с Арменией, сравним с Бали, там не знаю, с каким-нибудь еще, да Дубай превосходит всех их в разы просто по всем показателям. Просто в разы. Тут обсуждать просто нечего. Какое Бали? Там экономика, то есть там помимо туризма больше нет ничего. Если этот туризм вдруг завтра по какой-то причине прекращается, ковид тот же самый и так далее, вся ваша доходность летит в трубу. Дубай за 20 дней из ковида вышел как бы и начал, запустил город по-новой и до сегодняшнего дня все это работает в таком ключе. Давай коснемся таких, более таких приземленных вопросов, потому что мне интересно. Вот я купил квартиру. Кстати, спасибо вашей компании, помогли выбрать. Я свою квартиру продать смогу? Сейчас вам деньги эти тебе получить, да, при продаже недвижимости. Ну, на самом деле, как бы все достаточно просто. Мы заключаем с тобой как бы договор на покупку, на продажу, вернее, недвижимости. С покупателем квартиры мы тоже заключаем договор. То есть тут у нас получается трехсторонний договор, где мы выступаем посредником. Если у тебя нет банковского счета, мы спокойно эти денежные средства принимаем на компанию, переводим тебе в ту страну, в которой ты там находишься, в которой у тебя есть банковские счета. Если вдруг ты за это время становишься резидентом здесь, мы открываем тебе банковские счета, опять же проблем нет никаких, ты можешь их аккумулировать на свой счет. Отдельный вариант может быть с тем, что на тебя выписывают на твое имя менеджер-чек, ты приезжаешь, как бы можно открыть счет нерезиденту, например, что тоже сейчас является очень популярной услугой, мы это делаем. Открыть счет нерезиденту, положить туда денежные средства и спокойно ими там распоряжаться, снять их там наличными или перевести их там в какую-то другую страну, ты можешь самостоятельно сделать без какой-либо третьей стороны. Вот и все. То есть, условно говоря, с выводом денег проблем не будет, так же я могу ее сдавать и получать в аренду тоже? Ну, конечно. А каких застройщиков вот ты порекомендуешь в Дубае? Может, какие-то есть известные застройщики? Я бы не хотел просто называть какие-то прям конкретные названия застройщиков. Я могу сказать одно, что мы зачастую всегда продаем, наверное, и много продаем какой-то лимитированной истории. То есть, то, что больше связано с ограниченным предложением на рынке, это либо точечные застройки. Да, иногда мне нравится комьюнити, но в комьюнити, как правило, покупать необходимо как бы на вторичном рынке, где у нас этот подход как бы есть, мы со вторичным рынком работаем. Это гораздо как бы, ну, оптимальнее, что ли, потому что цена утрясется с момента того, как первые там инвесторы раскупят, потому что очень большой объем предложений, когда застраивают комьюнити, там, миллион квадратных метров. И как инвестиция, как бы, тебе это, наверное, зачастую не надо, потому что долго из этого не сможешь выйти. Точечные застройщики, особенно, когда используется чье-то имя очень известное, да, там, ну, не знаю, какие-нибудь апартаменты или виллы были от Ридс Карлтон, да, почему они там уникальны? Ну, потому что там все уникальное, потому что там инженеров работает, там, 60 человек над тем, каким образом спроектировать свет в этой квартире. Понятно, что, когда используется известное имя, и это какая-то публичная компания, которая всем известна, конечно, там, уровень сервиса и уровень, как бы, апартаментов, он всегда востребован, всегда люди впоследствии хотят это приобрести, как бы, и из-за лимитированности ты всегда можешь играть ценой, да. Другое дело, когда ты продаешь и таких квартир, как у тебя, один в один, еще тысяча человек продает одновременно на рынке, у кого-то из них нужда, кто-то из них, там, не знаю, потерял где-то деньги, должен быстро это продать и так далее. И вот ты со всеми такими играешь и не можешь просто выйти из своих инвестиций. Ну, вот и все. Поэтому вот это важно для себя понимать. Что касается застройщиков, я бы не стал тебе отвечать просто на вопрос. Банально даже наши менеджеры никогда не скажут, что вот этот плохой, этот хороший, просто по политике, как бы, мы работаем со всеми компаниями, вот. Но конкретная рекомендация, она будет вот тогда, когда человек непосредственно обратится, да, начнет этот диалог, его совершенно спокойно спросят, во-первых, все его цели, и чем четче этот человек в своей цели выражает, тем правильнее ему подберут тот объект недвижимости, который необходим. Зачастую, как я тебе еще раз могу сказать, что зачастую у брокеров, которые, как бы, работают вот на сегодня на раз, там много вопросов нет. Бюджет, ага, вот картинка, супер, отлично, поехали, море есть, вон там пальму видно, все прекрасно. Вот этого надо опасаться просто всегда. Нет такого, чтобы прям все объекты недвижимости были сладкие, там, шоколадные, как бы, и ты в них инвестировал и заработал. Но это чушь собачья, как бы, по-другому это вообще не назовут. Конечно, надо грамотно анализировать, что по чем-то приобретают. Вот на Пальм Джумейре, к примеру, последние проекты, не знаю, там, Армани Резиденс, от компании Арадо, да. Отличная компания, как бы, мы очень много вилл продали, у них Джумейра Гольф стоит, виллы, которые прям с потенциалом роста там на плюс 50%, вот реально. Понятно, не хочется никакие, опять же, прогнозы давать, но мы действительно смотрим на эти инвестиции, вот именно с этой точки зрения, потому что виллы супер востребованы, они сами по себе на 20-30% по рынку отрастают. Да, и на сегодняшний день, вот те люди, которые входили в 2022, и у них срок сдачи в 2024-2025, они уже заработали порядка плюс 30-40%, причем в большом капитал, то есть они приобретали виллы там по 12-15 миллионов дирхам, на сегодняшний день они стоят по 20, и как бы действительно нет предложений на рынке, ты выходишь на вторичный рынок, а их нет. Такие востребованы, да. А что касается там Пальм Джумейра, например, вот они вводят в эксплуатацию, вернее, начинают продажи по 7,5 миллионов долларов там апартаментов. Ну, как бы так себе история, да, если ты хочешь жить на Пальме, если ты действительно уверен, что тебе нужен прямо Armani Residence, да, отлично, с точки зрения лимитированности, того, что ты завтра возможно сможешь даже и перепродать, да, в принципе, да, но с точки зрения вот обосновать это, что это прямо должно прирасти, это очень сложно, потому что это лимитированные такие точечные объекты, нужно понимать ценность в этих объектах, это будет один из последних, например, на Пальме современных зданий, да, и все последние были именно по этой цене за квадрат, ну, вот, собственно, и это будет бы такое же. А сколько это даст, насколько это прирастет, выгодно ли это сегодня, опять же, там наши эксперты бы ответили доподлинно, куда именно можно было бы вложить эту же сумму средств с более четким, как бы, прогнозом. Ну, и тут опять же, от инвестора самого зависит, хочет он рисковую модель какую-то, да, он может идти во что-то вот такое, хочет он более взвешенный, понятный для него, как бы, актив, то есть, он может идти в другой объект, но тут все это в диалоге познается, как бы уверяется и уже под эти запросы предлагают ему ряд. Смотри, вот я еще в интернете тоже часто смотрел опять эти хайповые заголовки, 90% не ликвид в Дубае, а вот у нас есть мега суперинтересный, только у нас объект на экспресс оф интерести, то есть, внесите, забронируйте, есть такая история или это тоже развод? Да, как бы, тут, знаешь, полуправда такая, на самом деле, эксклюзив, какой-то может быть у того или иного агентства, эксклюзив на определенный там этаж или эксклюзив на какую-то покупку вне очереди, да, у определенных, таких агентств единицы, и все их прекрасно знают, они продают большие объемы и концентрируются на одном каком-то точечном застройщике. Сейчас зачастую все просто эту историю используют, что вот, а вот у нас есть, а вот у нас есть. Не совсем как бы так, но и как бы опровергнуть это нельзя, поэтому вот этим вот и пользуются. На самом деле, 99% объектов на рынке доступны всем для продажи. И лишь малое-малое исключение там остается на эксклюзив. К примеру, мы будем распродавать там свой объект недвижимости, да, там рядом с Бурдж-Халифа, он в замечательном, как по мне, районе, который крайне недооценен на сегодняшний день. То есть, который именно строите вы, вашей компании. и вот этот проект, например, я могу сказать так, что он будет, конечно же, только у нас и только на эксклюзиве. То, что мы вообще как-то будем говорить, да. У каких-то застройщиков у нас есть договоренности, например, что никому не продают виллы, а нам продают. Просто именно по причине того, что мы этих вилл продаем у них очень много, и они нам вне очереди готовы выдавать там 10, 15, 20 объектов недвижимости. Вот такое может быть. Ты упомянул как раз здание. Как я понимаю, вы сами выступаете строителем, и следовательно, если человек может с вами тоже поучаствовать и вложиться. Да, конечно. Нет, у нас есть девелоперская лицензия, естественно, этот бизнес строится таким образом, как и везде. Зачастую как бы привлекаются инвесторы, которым выгодно как бы заходить. У нас есть менеджмент-компания, у нас есть девелоперская компания, у нас есть брокерская компания, у нас есть корпорит-сервисы, с которой еще все это упаковывает золотыми визами и обычными визами. Это у нас такое агентство полного цикла. И, конечно, для нас выбрать земельный участок, понять, какой проект на нем реализовывать, как бы это мега просто на сегодняшний день. И мы прекрасно понимаем, какую сумму инвестиций мы должны как бы туда вложить, с какой доходностью мы оттуда выйдем. Поэтому для инвесторов, которые действительно с хорошим капиталом рассматривают вход в такие проекты, мы всегда открыты, мы всегда готовы обсуждать. Можете всегда обращаться напрямую, и я без проблем встречаюсь всегда здесь со всеми, общаюсь, мы со многими дружим, со многими семьями общаемся. Я как бы, я это не хочу исключать из своей жизни, мне крайне интересно общаться с хорошими людьми. Вот и все. Поэтому я всегда на это трачу время. Субтитры создавал DimaTorzok